Привет! В ремонте фотокамера от Sony. Дефект? Нет изображения на экране. На самом деле, если приглядеться... Хочу представить вашему вниманию канал Ремонтер. Канал с разнообразными ремонтами электронной техники, планшетов, фотокамер, мониторов, блоков питания и многого другого. Ремонт техники описывается четко, но тем временем просто и понятно. Подпишись на канал, если хочешь узнать, что конкретно в технике ломается и как чинить самые разнообразные дефекты. Ссылка в описании. Итак, зоро, ёпты. Короче, сегодня обсудим тему. Зарплата Госдумы депутатов в 2016 году будет 800 тысяч рублей. Вот, и это очень достойная тема, чтобы её обсудить, короче. 800 тысяч рублей, ёпты, это, блядь, сука, нереальные уже деньги совершенно, да, как бы. Даже то, что вот сейчас они имеют 420 тысяч рублей, причём я почитал, что 420 тысяч рублей это типа средние, там ещё набавки есть, которые, ну, там не написано статистика, но, возможно, каждый получает ещё 80-ка, то есть там 500 тысяч, а может даже больше. Вот, и, блядь, за что, да, как бы. Чего-нибудь там такого делают, короче, волшебного. Это же слуги народа, правильно говорят? Народные избранники Госдумы. Народные избранники. Вот, народные из народа, народные. Живут на народные деньги, и очень большие. Вот. В развитых странах обычно зарплата таких вот парламентариев, да, как бы, в 2-3, ну, может быть, 4 раза выше средней по стране. У нас же даже, вот, сейчас, 420 тысяч рублей, это в 13 раз выше, выше, чем средняя зарплата по стране. В 13 раз, вы только вдумайтесь. В развитых странах, да, вот, развитых, где экономика, там, все дела, курс бакса нормальный, ну, собственно, и в Америке, в 3, в 2, в 4 раза. Вот так вот, там 2-3 в основном приведено. У нас, блядь, 13 вот там еще. А если будет 800 тысяч, то это, блядь, 25 раз, короче, выше. Вот. Пока батя хлеб нахуй ест. Что там? 800 тысяч будет получать. Вот. И при этом, нужно понимать, что в нашей стране Госдума не решает ничего. Вот, что еще делает в квадрате более обидным. Госдума не является защитниками интересов народа, да, то есть, по идее, Госдума, смысл Госдумы, что это, как бы, народные избранники, которые, ну, как бы, представляют, блядь, именно, они именно народ представляют. То есть, президент, это просто избранный человек, ну, тоже типа народом, но он, как бы, немножко другой, да, он президент, он исполняет свои функции какие-то, да. Ну, там еще и внешняя политика. А вот Госдума, они, как бы, это именно народ, как бы, идея, да, первоначально, что это люди из народа. То есть, как бы, вот он, это сам народ, то есть, не просто тетя Баба Вася, да, там, баба, баба какая-то, бабушка Лена, а именно, вот, вот, избранный, да, то есть, по идее, как это в идеале должно быть Госдума, что есть там город какой-то. И вот от этого города самый такой, ну, который захотел этим, во-первых, заниматься, и, во-вторых, который уважаемый, да, то есть, говорят, вот он, заебись, чувак, иди, представляй наши интересы, да, представляй наши интересы. Либо партии, партии, которые, опять же, представляют народ, потому что кому-то нравится коммунизм, ёпта, вот есть коммунисты, кому-то что-то еще нравится, да, партии есть свои, блядь, то, к чему они стремятся, нахуй, и кто-то в это верит, голосует, и так далее, опять же, народ. Ну, а у нас, мы знаем, сейчас Госдума уже много раз, да, это засилье одной партии, единой России, и, по сути, Госдума, она занимается тем, что просто одобряет, как бы, да, потому что это, ну, это по Конституции, типа, так же, там, предлагается закон, он, там, одобряется Госдумой, ну, какие-то законы Госдуму выдвигает, кажется, там, представители, да, депутаты. Вот, ну, в основном, как бы, носит такой характер, что правительство там что-то предлагает, да, а Госдума одобряется, Госдума единой России, ну, то есть, как бы, ну, понимаете, да, о чем я говорю, что это единый, так сказать, тандем, в тандем, так сказать, работают, правящая партия, да, там, по сути, от СССР мало чем отличается, потому что в СССР, как бы, был секретарь, который, кстати, обратите внимание, не президент, это потом стал Горбачев президент, да, это был там всегда секретарь партии, обратите внимание, кстати, не глава партии, секретарь, я вот это вот, в детстве я вообще, я и сейчас-то не понимаю, в детстве я вообще пиздец не мог понять, я думал, блядь, какой секретарь, нахуй, птица секретарь, что ли, то есть, секретарь, кто такой секретарь? Это какая-то девушка, которая на клавиатуре Печатает секретарь А там типа Секретарь Коммунистической партии Сталин Или генсек Генсек генеральный секретарь Главный секретарь по сути Главный бухгалтер Бред полный Секретарь Это вообще не глава Секретарь Я в гугле набрал Секретарь Это человек, который клеем, блядь, бумажечки склеивает. Был генсек, типа, были тоже там народный съезд, народный тоже, типа, да, вот этот съезд, блядь, депутатов тоже. Ну, по сути, это типа Госдумы и было. Ну, они, так как была единственная коммунистическая партия, то там, блядь, это все было для виду, короче. А, собственно, сейчас-то не сильно отличается, потому что правящая партия исключительно одна. И, по сути, этот, как Госдума, она не выполняет своих функций вообще никак, потому что, как бы, то, что хочет народ, никакого отношения к тем законам не имеет, никакого, в общем-то. Вот, то есть, возьмем Платон, да, вот систему дальнобойщики, то есть, они как говорят, а консультации с нами вообще были, да, с дальнобойщиками, как это вообще там консультация? Их кто-то спросил, вот, ну, дальнобойщики, они же народ, по идее, да, как бы, кто-то их там вообще что-то спросил. Нет, никто никого не спрашивает, понимаете? Бо-о-о. А власть это, как бы, типа, это же люди, которых избрал народ, правильно? Это ставленники народа, вот, которые должны в интересах народа максимально работать, правильно? Вот, но в Госдуму это любой человек скажет, фикция, да, у нас, как бы, потому что, ну, блядь, правящая партия, все, а она не просто правящая партия, она, как бы, в дуэте с президентом, да, как бы, одно дело, если бы был бы президент, грубо говоря, с другой партией, ну, блядь, президент был бы коммунист, к примеру, да, а правящая партия другая, блядь, единая Россия, вот, к примеру. Или, там, была бы, к примеру, президент, например, Путин, да, а правящая партия коммунисты, к примеру, вот, тогда была бы борьба, понимаете, эти бы на себя тянули, там, компромиссы и так далее. И, кстати, в начале, там, 90-х, в начале 2000-х что-то такое и было, потому что коммунисты, тогда, по-моему, главной партией были, собственно говоря, коммунисты, и они очень сильно как-то пытались влиять, ну, жизнь сама была говном, да, потому что цены на негде были низкие. Ну, я очень далеко, на самом деле, ушел, да, я просто хотел сказать, что сейчас Госдума, по сути, там, фикца, смыслу нету, она не выполняет ту функцию, которую должна выполнять. Представляете, интересы народу, ну, они там носят свои законы, да, причем, ну, я понимаю, кто-то разработал закон, к примеру, да, я не знаю, как это, происходит, да, то есть, я сомневаюсь, что какой-то депутат, прям, разрабатывает закон, он идею вносит, а у него есть какие-нибудь помощники, и вот эти уже помощники, да, они уже хуярят этот законопроект, потому что там все по пунктикам, да, потом это в чтениях принимают, вот. У нас же сейчас большинство законов как, то есть, по принятия. Президент прилагает, президент говорит, там, давайте вот так вот, и все нахуй принимается, короче, и все. Основная часть законов, я думаю, большинство именно так и принимается, а уж главных подавно. Вот, и там, Давидов Жириновский, там, делает вид, что они там, что там, предлагает, там, все какие-то законы пиздатые, которые, ну, естественно, никуда не проходят, вот, но, чтобы попиариться, он там предлагает всем россиянам по 200 тысяч зарплату, да, или там, еще что-нибудь. Вот, то есть, он часто любит, когда его предлагают, приглашают на ток-шоу, он говорит, а вот мы предлагали закон против этого, а мы все время предлагали, и ни один закон не реализовывал, вот. Потому что они 10% или 7%, они политические импотенты. Для чего они получают эту зарплату, ну, даже в 400 тысяч, а уж если 800, это вообще пиздец, зачем, зачем? Это абсолютно неэффективно и неправильно. Это же та жесткая ситуация, блядь, ну, будьте честными, нахуй. Оставьте, блядь, 20 человек из Госдумы, остальных нахуй, пусть идут, работают в другие места, где они до этого работали. Не нужна нам Госдума, 450 человек, 800 тысяч им платят, а? Народные избранники. Угу. А ты, там, народные избранники, да. Там, куда ни глянешь, в основном, либо там какие-то спортсмены, которые, какое отношение к законотворческой, да, деятельности, там, Валуев, блин, ну, он боксер, ёпта. Ну, боксер законы, какие там особо законы, там. Чисто медийное лицо, да, чтобы, типа, о, Валуев, там. Кабаева, там, я не знаю, там. Ну, он гимнастикой занимается. Какие законы-то? Хоркина. Кто там ещё? Ну, там, другие разные, да, там, ну, Навалов таких людей. Ну, как Навалов какая-то часть. Другие, там, какие-то элиты, там, свои чуваки. То есть, всё это, как бы, фикция. Их нужно распустить, не нужно им платить, блядь. Вот, вот так. Ну, ну, нет смысла, блядь, я же не к тому, что там. Нет смысла там. А я, блядь, постоянно, там, скандалы раньше были, что кто-то вообще прогуливает сеть за себя. Он не ходит просто, блядь, на работу эту, да, и будет получать 800 тысяч рублей. Это пиздец нам. Они же там не ходят, блядь, зачастую. Нахер ходить. Я понимаю, там, вот, лидеры, да, там, Зюганов, Жириновский. Вот они лидеры. Вот им, вот, кстати, вот такие ещё более-менее нормы зарплаты, да. Но они лидеры, блядь. А вот все остальные, неизвестные, их никто не знает. Как-то они там пролезли, да, там, 800 тысяч. А народ, блядь, ещё там, хуй с маслом, хер с маслом дожирает, блядь. Ну, я без масла. Что-то ещё хотел сказать. Ходят, голосуют друг за друга. Помните, все эти скандалы показывают. Да. Партии, да, они приняли решение, ну, например, ЛДПР голосовать за законопроект вот так. Ну, они же консенсус, блядь, все вместе голосуют. Одной партии, одной решение. Половина, блядь, не пришли на заседание, да. И один там бегает, кнопочки жмёт за них. Это что за пиздец? Вот, но это показывает, что фикция, да. А нахер-то, а другие, то есть, ну, там есть, ну, блядь, Жириновского и там, не знаю, три зама его. Всё, больше там не ты нужны в Госдуме. И пусть это будут 7%, блядь. Нахер остальные, только зарплату, чтобы получать, блядь. Ну, это только зарплата там ещё. Алигон дохуя. Там жильё, блядь, предоставляется. Ну, служебное, но всё равно. И всякие отпуска, и всякие, блядь, курорты. Краснодарского края. Ну, а, полный беспредел это. И зарплата повышается просто, просто нереальными шагами. Это пиздец. То есть, раньше у меня зарплата была там 120 тысяч рублей. А там стало 160 где-то в 12-м году. Ну, 250 в 13-м году. Сейчас 420. Сейчас будет вот этот, блядь, пиздец, нахуй. Ну, блядь, это экспонент, это в квадрате, нахуй. Степень двойки, ёпты. А что получается через там в 2017 мне будет полтора миллиона, да? Потом три миллиона в месяц. Я не понимаю, блядь, президент меньше получает. Вот я ещё одни обновлённую информацию не посмотрел, но у него вроде зарплата там 1200, блядь, в месяц. Президент. Не, понятно, там говорят там ещё про надбавки. И там я читал статьи, что там типа... Ну, опять же, эти статьи, я так понимаю, домыслы, да? Что типа, у меня официальная зарплата, только там 3 миллиона в год, в год, не месяц, а в год. Или там 5 миллионов, 3-5, да, вот так вот. Там всякие надбавки там, и там типа до хера. Ну, не знаю, но официальная, а у них официальная 4. Получается, рядовой депутат Госдумы, да, рядовой, неизвестный никому там какой-то вообще хер, да, получает в несколько раз больше, чем президент. Ну, он даже вот с такой точки зрения неправильно. Ну, не в том смысле, что президенту надо повысить зарплату. Ну, если он 200 тысяч получает, это, конечно, действительно это мало, ёпта. Но в том смысле, что какие-то там 800, даже 400 тысяч, это да хуя, с учетом, что я сказал, там шланбавка, там 500 тысяч, наверное, минимум. И это еще льготы и так далее. То есть, на бесполезный аппарат, да, это Госдума, ёпта. Что они там принимают, законы все какие-то, ёпта. В Турцию запретили, бля, летать. Охуенный закон. Для этого Госдуму нужно всем по 800 тысяч платить. Платон они там одобрили. Для набойшки охуели. В общем, обратите внимание с Платоном. Ну, я записывал ролик на второстепенном канале. Вот это только говорит о том, каким бредом они там занимаются в Госдуме. Они сделали штраф первый раз 450 тысяч рублей, второй миллион, что-то такое типа. В первой редакции, которая вступила, вот когда вот в 15 ноября, вот вступил этот закон, да. Они начали протесты дальнобойщики, ну, которые, собственно, еще и не закончились. И они опустили штрафы до пяти первый раз, и второй 10 тысяч рублей. Вы вдумайтесь. То есть, было 450 и миллион, стало 5 и 10. Вы вдумайтесь. В 100 раз уменьшили. В 100. Ни на 10 процентов. Не вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. А чем они думали, да, вот чем они думали, они же над чем-то думали, да, серое вещество, как говорит Аркейль Парро. Когда они принимали этот закон, если на пилом уменьшили штрафы в 100 раз. Вы просто вот чуть-чуть подумайте. Вот вы, у вас есть чем подумать. Ну, если это просто пиздец, ну, это просто пиздец, елбаный, понимаете. Говорят, бля, 12-тонники разрушают дороги. Исследование. Угу. То есть, 12-тонник разрушает дорогу, а 11-тонник нет, да. Поэтому 12-тонник будет дохуя платить, а 11-тонник там ничего не будет. Ну, кроме стандартов. Ну, это пиздец, там. Смешные законы, понимаете. Или что они там принимали? Переход на зимнее время отменили, да, там. Потом опять вернули. Вот вся вот их деятельность. Отменили, вернули. Отменили, вернули. Еще они что-то там отменяли, возвращали, забыл, что там была плеяда. Этих всяких возвратов, отменов, елбаный. В стране, сука, кризис ебаный, там, пиздец. Цены два раза на все поднимаются, да. На хавчик растут, пиздец. Они о себе подбеспокоились. Себе они зарплату два раза подняли. А почему? Потому что, возможно, да, курс-то в два раза поднялся. Ну, дали зарплату, чтобы, ну, как бы, в баксах так же получать. А народ соси, хер в это. Народ и гиблия. Покупай хавчик. Подорожавший. А про всякие айфоны уж молчу. Компьютеры. Уж вообще пиздец. Сейчас за 20-ти какой компьютер купишь, блять. Калькулятор. Ну, главное, они о себе будут беспокоились, правильно? Они же сами себя не уводят, правильно? Я знаю, кто это предложил, вообще, это предложение. У меня чуть-чуть так зарплату, а? Ну, там очки какие-то втирают, блять. Приравняли их к федеральным чиновникам, ёпта. Поэтому надо поднять. Вот втирают очки, ёпта. Пиздец, нахуй. Меня приравняйте к федеральным чиновникам, ёпта. Бо-о-о. Какая зарплата? Чем она вообще, блять, обоснована, такая зарплата? Это ж пиздец. За год, там, 10 миллионов рублей, ёпта. Им зачем такая зарплата, ёпта? Чтобы домик в Лондоне, что ли, купить? Так, блять, народ, вон там, блять, сука. На заводах там за 12 тысяч работает, да? Чтоб только не подохли с голоду рабы. Держат их. Не уехали никуда. Это ж крепостное право. Специально платить аквал, чтобы раб даже уехать никуда не смог. А себе платят так, чтобы и в Лондон можно было уехать. Всё. За сим прощаюсь. С вами был ваш батя Ванамас, ёпта. Хы, улыбочку, москвы.